МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так случилось, что к проведению первого турнира из серии Игра Афродиты нам удалось реализовать и еще одну поставленную перед собой задачу. Сформировать на площадке за пределами Российской Федерации такую спортивную базу, кемп, лагерь Гераклиона, который предназначен для тех целей, для которых любая спортивная база предназначена. Проводить на ней сборы, проводить на ней тренировки, проводить на ней семинары, конференции, дружить и соревноваться с теми людьми, которые по той или иной причине не могут приехать в Россию или какие-то испытывают сложности с такого рода передвижениями. Одним словом, не использовать возможности территории, на которой 340 солнечных дней в году, для того, чтобы получить возможность для всех заинтересованных в развитии кроссфита, российского кроссфита, спортсменов, предоставить условия вот этой базы, но я думаю, это неправильно. Это всегда было в планах Гераклиона, и я рад, что на этом этапе мы эту задачу выполнили, причем точно в срок, к моменту проведения и предсоревновательных сборов, и, собственно, к первому турниру из серии игр Афродита. Мы здесь всего пару дней, но уже удалось в полной мере воспользоваться всеми благами нашего комплекса. Здесь у нас присутствуют две площадки. Открытая площадка, закрытый зал. На открытой площадке очень удобно расположилась уникальная конструкция, которую назвали Пентагон. На ней сразу может заниматься большое количество человек. Там располагаются у нас кольца, канаты, турники, подставки для крепежей для штанг. Также у нас здесь присутствует оборудование для силового экстрима, что очень хорошо можно использовать в наших тренировках. Это редкий вид оборудования для кроссфита пока еще, но я думаю, что в дальнейшем люди будут активно включать его в тренировки, и это очень хорошо, что здесь у нас уже это все есть. Также здесь очень близко находится море, отличный климат. Можно после тяжелых тренировок провести активное восстановление, сходить поплавать, позагорать. Также можно сходить на массаж. У нас здесь в комплексе присутствует массажист, физиотерапевт. Сходить к нему на прием. Отличные условия проживания. Очень большие просторные номера с кухней, телевизорами, кондиционерами. В общем, все, что нужно, там присутствует. Для автономного проживания никуда ходить, по сути, не надо. Живешь здесь, тренируешься тут же. То есть идеальные условия для проведения полноценных профессиональных сборов для атлетов, что, по сути, является уникальными условиями для сегодняшнего российского кроссфита. Отдельное спасибо, конечно, хочется сказать Еремину Сергею Александровичу за то, что он принял решение создать такой замечательный многофункциональный комплекс. Это огромный вклад в развитие кроссфита, российского кроссфита в первую очередь. Ну и, конечно, хочется отметить, что я очень счастлив тому, что я попал в команду Гераклеона и смог посетить эту базу, тренируюсь здесь. И надеюсь, что в дальнейшем я не раз посещу это замечательное место. Я очень рада, что фондом Гераклеон создана эта замечательная база. Здесь, на Кипре, предоставлены замечательные условия для тренировок, для подготовки к соревнованиям. За всю свою спортивную карьеру побывал он на многих спортбазах. И могу с точностью сказать, что это одна из лучших спортбаз, где созданы, предоставлены отличные условия для тренировок, питания и восстановления. И мы сейчас находимся здесь, с командой клуба Кроссфит Гераклеон, и проводим подготовку к играм Афродиты. И планируем в дальнейшем тренироваться здесь. Но эта база не только для нас. Здесь может тренироваться любой желающий, включая топовых атлетов. И я уверена, что эта база со временем станет популярным местом как для российских, так и для зарубежных кроссфит-атлетов. База находится в достаточно высокой степени уже кондиции, с точки зрения комфортности проживания, с точки зрения создания спортивных технологий для тренировок. Но, тем не менее, этот процесс продолжается, будет еще какое-то время продолжаться, не прерывая, так сказать, собственно, тех задач, ради которых она создавалась. Поэтому я приглашаю всех, всех российских атлетов, всех тех, кто так или иначе участвует в соревновательной практике Гераклеона, разделяет принципы и цели и задачи Гераклеона. Пользуйтесь, если есть такая возможность, если создана такая возможность. Мы не собираемся делать это каким-то таким внутренним междусобочиком, хотя, безусловно, это, прежде всего, база нашего клуба. Но, тем не менее, мы открыты для всех, и я с удовольствием всех приглашаю вот в это прекрасное место, в эту удивительную и по климатическим условиям, и с точки зрения атмосферы, которая здесь создана, площадку. Теперь это наша, наша российская территория, экстерриториальная территория Гераклеона, которая вполне может быть использована для развития российского круссвета. Продолжение следует...